Дорогие девочки, всем привет! Рада вас приветствовать у себя на канале. Если вы здесь впервые, меня зовут Полина, рада с вами познакомиться. Здесь я рассказываю про свой лайфстайл, про бьюти и, конечно же, тестирую вместе с вами новинки. Совсем недавно я вернулась домой, и чему я, конечно же, несказанно рада, и поняла, что давно у нас с вами не было никаких обзоров. И так как сейчас все магазины, где представлены наши российские бренды, у меня под рукой, я решила, пора сделать новый обзор. И сегодня, как вы уже наверняка поняли из названия, будем с вами обсуждать бренд Arrive Makeup. Скажу сразу, что с брендом я не знакома, так что сегодняшнее видео пройдет в формате тестирования новинок именно. Первое касание у меня будет. Делать будем самый актуальный на все времена базовый нюдовый макияж, а потом немножко трансформируем его во что-то такое вечернее и сияющее. Кожа уже подготовлена к макияжу моим привычным уходом, так что давайте переходить сразу же к первому продукту. И как счастливый обладатель ярко выраженных синяков под глазами, я, конечно же, не могла пройти мимо корректора. В бренде представлено два оттенка. Наношу сначала на руку, чтобы немножко он разогрелся и стал более пластичным. Теперь переношу непосредственно на самую выраженную часть синяка внутрь глаза и с внешней стороны. Можно еще поддублировать прям непосредственно из стика, если хочется более насыщенного пожирнее нанесения. И также припечатывающими движениями вбиваю в наш синячок. Ну вот так вот, посмотрите, видно, как здесь немножко зона выбелилась, и за счет цвета отражения глаз прям как будто бы подтянулся. Здесь, то есть, у нас остается более активный синяк, а здесь прям, ну я думаю, что это понятно, что глаз прям такой подуменьшился за счет того, что мы убрали вот эту вот тень и синеву как раз. И то же самое повторяю под вторым глазом. Даже могу немножко на верхнее веко завести корректор, если здесь у вас тоже ярко выражены капиллярчики и просвечивается вот такая вот синюшность легкая. Ну вот так вот, посмотрите, это выглядит, по-моему, очень неплохо. Прям хорошо так подсветилась эта зона. Синяк, конечно, он не скорректировался в ноль, но он явно гораздо менее выраженный. И что самое важное, на мой взгляд, корректор, знаете, не оставляет после себя такого ощущения липкости и прям наслоенности. То есть он хоть и на свотче он смотрится достаточно жирно, и текстура у него такая, ну, ощутимо жирненькая, но под глазом он прям невесомый. Переходим к тональному крему. И первое, на что я обратила внимание, это упаковка. В палитре тонов представлено 10 оттенков, и каждому оттенку соответствует свой рисунок. Я выбрала оттенок 04, и здесь изображена девушка в национальном остинском наряде, что для меня особенно символично, потому что я замужем за остином, и я выходила замуж в очень похожем платье. И поэтому мне как-то особенно приятно увидеть эту девушку здесь на упаковке. Здесь также написано, что Аравь Мейкап считает, что красота многообразна, и люди красивы по-разному. Чтобы это продемонстрировать, мы попросили художниц разных народов России показать, как, по их мнению, выглядит привлекательный человек, и рассказать, что для них настоящая красота. И вот здесь как раз указано имя художницы Алина Багаури по происхождению осетинка. Ну, скажите, это достаточно символично и такое какое-то совпадение. Ну и давайте будем переходить к нанесению. Если вы смотрите меня не первый раз, то наверняка знаете, что я фанат сияющих средств для кожи, тонов непосредственно. Хоть я и являюсь обладательницей жирной кожи, но мне это не мешает. Я как-то не фанат всей вот этой вот матовости. Так, посмотрите, с первого нанесения прям как будто попадание в тон очень даже удачное, потому что я все покупала вслепую, то есть по сводчам, по сводчам из магазина, по сводчам в карточке товара, и там, конечно, ну не всегда бывает понятно. У меня, кстати, 0,4 оттенок, обязательно укажу все в комментариях, все названия, все ссылки и все номера оттенков. Очень приятная отдушка, знаете, я прям вот фанат у нового тонального средства. Как они пахнут. Я помню, что когда я была маленькая, у мамы были вот эти вот, ну косметика разная, у нее был тон Шанель. И я прям открывала и наслаждалась этой отдушкой, и я прям мазала этот тон на себя. Мне было, наверное, лет 7, но запах был просто фантастический. И вот честно, что-то вот эти нотки прям я улавливаю здесь. Класс, прям немножко переносит в детство. Давайте сейчас нанесу полностью на одну сторону, и потом с вами сравним. Ну, посмотрите, мне очень нравится, как лег тон, прям с первого касания. Во-первых, и с оттенком я угадала. Если сейчас не произойдет никакого окисления, то просто идеально. Хотя я обычно смешиваю два тона, чтобы добиться прям вот такого вот супер подходящего оттенка. Здесь просто вот реально он прям лег как нужно. И сама текстура, да, он легкий, он сияющий, но сейчас, так как у меня нет на коже прям суперактивных высыпаний, вот эта вот сторона более проблемная. Мы посмотрим, как он ляжет на нее. Но вот здесь, мне кажется, он выглядит прям шикарно. Вот особенно в этой зоне, где есть расширенные поры, он не западает, ничего не подчеркивает. В общем, мне нравится. Давайте я сейчас сделаю вторую сторону. Наношу я, кстати, кистью. Если хочется попробовать наслоить более плотно, то, немножко переборщила, секунду, то можно, конечно, пробовать это делать спонжем, припечатывающими движениями, чтобы прям хорошенечко припечатать этот тон. Так. И в зоне вот пор своих можно чуть-чуть вот так вот все это зашлифовать. Чуть-чуть поднаслоила за кадром. Вот. Но в целом, я думаю, мы уже закончили с нанесением. И что я, в принципе, хочу сказать. Смотрите, по оттенку это 5. Твердая просто пятерка. По текстуре, как я уже сказала, наверное, прям супер проблемную кожу, конечно, он не перекроет или нужно будет что-то добавлять для плотности. Но если у вас, вот как у меня, или еще лучше, или, может быть, вы не смущаетесь, да, каких-то там, наличия каких-то покраснений, более активных, и готовы там с ними поработать с помощью консилера, и любите, главное, вот такое вот живое покрытие, потому что я понимаю, что вы сейчас видите, что такое все немножко сияющее. Ну, во-первых, я такое люблю. Во-вторых, у меня сейчас стоит свет, который дополнительно как бы очерчивает, все делает более ярким. Но в реальной жизни я с таким тоном, вот с таким вот сиянием, я могу легко, даже без припудривания, пойти гулять или куда-то там, куда мне надо, потому что для меня это не жирная кожа, это как раз-таки про такую здоровую, сияющую кожу. И для себя как раз-таки вот такой вот финиш я люблю больше всего. И на что еще хотелось бы обратить внимание, когда я смотрела отзывы, видела, что некоторые жалуются на то, что он подчеркивает шелушение, но я сейчас после пилинга несколько дней как, и вот последние дни, когда я наношу тон вот в эту зону на нос, у меня прям очень крупные там были шелушения. И мне даже муж говорит, у тебя как-то на носу странно смотрится. Но вот сейчас я нанесла, и вообще ничего не подчеркнулось. То есть, вы знаете, бывает даже, когда кожа в хорошем состоянии, когда ты вот нанес весь свой уход, все выглядит хорошо, но потом, когда ты наносишь тон, у тебя в разных местах предательски вылезают маленькие вот эти шелушки. Здесь, ну вот, ни одного такого места нет. Давайте сейчас я вам как-нибудь поближе покажу. В общем, я надеюсь, вам видно, и я надеюсь, что вам нравится, потому что если нет, то у меня к вам вопросики. Следующий продукт – полуматовый консилер в стике. Честно говоря, мне уже нравится, как выглядит лицо, что я бы могла бы, в принципе, обойтись и без консилера, но раз уж он у нас здесь сегодня присутствует, то давайте, конечно же, его тестировать. У меня 0,2 нейтральный оттенок. Вообще, в плане консилеров у бренда прям широкая цветовая палитра. Там есть и нейтральный, и с розовинкой, и 0,1, и 0,2, и 0,3. В общем, на любой вкус можно там себе найти то, что вам нужно. Но, конечно, лучше это делать с тестированием непосредственно в магазине, потому что я все выбирала вслепую, как я уже сказала. Если вдруг что-то чуть-чуть не подойдет, я надеюсь, вы на меня не обидитесь. Нанесла консилер на руку и оттуда уже набрала кистью, чтобы такое суперлегкое было нанесение у нас. Нанесу, в принципе, во все те же зоны, куда наносила корректор. Вот сюда, в эту носослезку нашу, сюда, чуть-чуть под глазик, под ресничный край имею в виду. Если не хочется прям сильно заморачиваться, можно кисточкой прям набрать из консилера. И давайте еще вот так вот пройдусь. И на верхнее веко тоже немножко чуть-чуть добавлю, как базу для наших будущих теней. Консилер в стике, знаете, я от него ожидала, что он будет такой прям суперплотный, может быть, похож на консилер от Романовой, но, несмотря на свою текстуру, что он такой жирненький и плотненький как будто бы, он, мне кажется, отлично подойдет не только для коррекции зоны под глазами, но и для точечной коррекции каких-то покраснений, потому что изначально я думала, что он будет, ну, слишком плотный, знаете, для такой цели. Ну, смотрите, вот так вот аккуратненько наношу. И опять же, по-моему, с тоном не прогадала. У меня 0,2 оттенок, напоминаю. Вот сейчас вы можете посмотреть разницу. Сюда нанесла консилер, сюда еще нет. Но так как у нас уже в целом эта зона проработана и корректором, и тон я туда нанесла, то там, в принципе, уже не так уж много чего осталось маскировать. Просто здесь уже видно, что вот эта зона, она такая немножко подвысветленная, под еще чуть-чуть более скорректированная. Вот, но в целом на данном этапе, конечно, уже не так много чего корректировать. По воспалениям, каким-то мелким покраснениям мне, в принципе, нравится. Но, опять же, ничего у меня сейчас такого суперкритичного нет. Можно пробовать на ушке замаскировать. Как-то вот так вот получается. И давайте продублирую под второй глазик. Как уже сказала, из-за вот этой вот текстуры, что он вроде как и жирный, и плотный, но наносится он достаточно невесомо. И то есть бывает такое, что наносишь консилер, и еще при нанесении он уже забился в складки, во все вот эти вот мимические морщинки. Но здесь как бы я такого вообще не наблюдаю. Сейчас мы, конечно, еще посмотрим 10-15 минут, как он себя поведет. Но нанесение, как будто, знаете, прям такое очень-очень легкое. Вообще создается впечатление, что все продукты, знаете, они полу невесомые. И, наверное, очень хорошо подойдут для тех, кто, может быть, только начинает с макияжем работать. Ну, не в плане работать, а делать себе макияж. Или, может быть, как-то боится, знаете, вот этого эффекта перья, переборщить, что вот я на себе тон не люблю, я на себе не люблю вот это, потому что все прям такое очень-очень невесомое. Здесь сложно как-то чем-то переборщить, сложно ошибиться. Мы переходим к самому интересному, какой базовый свежий макияж обходится без румян. Опять же, если вы меня смотрите, вы знаете, что румяна – это мой любимый продукт вообще в косметичке. И давайте пробовать. Здесь у меня такой вот стик двухсторонний. Я выбрала румяна в 0,4 оттенке под названием Bubbly Pink. И предупреждаю, он очень розовый, очень розовый. Прям такой барби-барби розовый. И здесь с одной стороны у нас румяна матовые, а с другой стороны называются дьюи, типа как такие мокренькие. То, что вот сейчас у нас было стильно, да, вот эта вот вся такая кожа, не мокрая, но вот она такая сияющая, прям как будто подсвечена хайлайтером, но изнутри, знаете, что не какой-то вот такой вот полоской у нас след от хайлайтера, а вот просто такая напитанная, сияющая, красивая кожа. И я надеюсь, что как раз-таки такой эффект нам эти румяна и дадут. Давайте попробуем. На одну сторону я нанесу матовый оттенок. Так, посмотрите, посмотрите, насколько реально он розовый. Тут тоже все сошлось. Румяна, мой любимый продукт, розовый, мой любимый цвет. И давайте тестировать. Наносить буду прям, прям на лицо. Ну, смотрите, тоже очень деликатное нанесение. На цвет, девочки. Так, давайте я растушую, а то сейчас окажется, что это какая-то обманка. Беру кисть для тона свою и начинаю вот так вот наносить. Ну, смотрите, нанесение прям, конечно, вообще невесомое. Не то, что полупрозрачное. Ну, нет, конечно, румяна у нас остались, но по насыщенности в стике я ждала такого прям эффекта ого-го. Давайте, может быть, я пробую прям на руку и отсюда уже перенести. Вот так вот, кстати, это выглядит. Так, ну, давайте еще раз попробуем наслоить, потому что я, конечно, люблю такой немножко эффект экстра, когда вопрос касается румян. И то, как это выглядит сейчас, для меня это слишком деликатно, я бы сказала. Но, знаете, опять же, не все любят вот этот вот эффект матрешки. Многие над этим, наверное, смеются. Но мне это без разницы, знаете, потому что я люблю яркие румяна. Мне кажется, что это признак свежести, молодости, и никого это не портит. Так, ну вот сейчас мне уже нравится больше. Такой, смотрите, прям baby doll розовый оттенок. Посмотрите, вот так вот это выглядит. По-моему, очень свежо, прям такой вайб. Знаете, что тебе снова 16, и ты такая вся девочка, девочка-девочка, нарумянилась, что тебе даже не нужен ни тон, вообще ничего тебе там не нужно. Просто вот ты нарумянилась и побежала жить свою лучшую жизнь. С другой стороны, у нас такой более вишневый какой-то оттенок, более фуксийная розовость. И он как раз у нас с сиянием. Давайте я его также на руку нанесу. Ну, он не с сиянием, то есть здесь нет никакого вот шиммера, знаете, как могло бы показаться. Он прям реально немножко, как будто жидкий. Как будто немножко капнули воды, и вот такие вот у тебя румяшки. Ну, вы знаете, я не скажу, что я прям вижу какую-то явную разницу между ними. Может быть, потому что тон в целом сияющий, и даже матовые румяна смотрятся на нем так с сиянием. Наверное, на эту сторону я все-таки три раза наслаивала, поэтому немножко выглядит поярче. Давайте еще здесь прям со стороны прям из стика нанесу на щечку. Ну, то есть вот так понятно, что свотч, он более розовый, более такой насыщенный. Здесь все-таки очень нежный оттенок. Вот, но за счет того, что румяна такие очень-очень полупрозрачные, очень невесомое покрытие дают, то как будто разница это и не особо видна. Давайте чуть-чуть добавим сюда, сюда, на носик, конечно же. Что я здесь могу сказать? Мне нравится оттенок. Мне нравятся оба оттенка, но я их нахожу достаточно сильно похожими. Вот, но в целом, знаете, еще это, конечно, может быть, зависит от тона моей кожи, что на мне они смотрятся как-то так достаточно похоже. Вот давайте я вам поочередно покажу. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, очень они похожи или все-таки они разные. В палитре румян, кстати, тоже представлено много оттенков. Есть и более персиковые, и более темно-розовые, и более светло-розовые. Вот, я выбрала, конечно, для себя такую самую, самое что ни на есть в стиле Барби, потому что я как раз такое люблю. Но если вы такой вырвиглазный розовый не любите, то, пожалуйста, выбирайте на свое усмотрение. Тут, кстати, бренд советует небольшой лайфхак. Если вы обладательница теплого подтона кожи, то выбирать холодные румяна, чтобы они выглядели более акцентно, а не сливались, знаете, с вашей кожей. И, соответственно, наоборот. Я уже не помню, как я сказала. Если вы теплая, то выбирайте холодные, если вы холодная, то выбирайте теплые. Потому что обычно как раз-таки все советуют наоборот, то есть сочетать холодное, холодное, теплое, теплому. Но мне кажется, что это неплохая, может быть, задумка. Но, кстати, я не знаю, холодная я или теплая. Давайте сейчас посмотрю. Мне кажется, больше, что холодная. Если вы разбираетесь в цветотипах, то напишите, пожалуйста. Потому что, смотрите, если я правда холодная, я нанесла вот эти вот холодные румяна, и они как раз со мной немножко подслились. Что я говорю, да, что два оттенка, вроде они разные, но смотрятся они на мне достаточно похожи. Может быть, нужно было как раз выбирать что-то теплое. С кремовыми продуктами мы закончили, и переходим к интересному продукту в прозрачной матирующей пудре, которая, кстати, содержит SPF 30. Пудра в бренде представлена в едином оттенке, в прозрачном, как это уже можно было понять, потому что все-таки это матовая пудра, но в таком вот прессованном виде она выглядит суперсияющей. Смотрите, когда я ее наношу, точнее набираю пальцем, она прям супер-супер невесомая. Да, вы знаете, на палец она набирается прям вот прям вот очень деликатно. Как будто бы она прям супер была мелко помолена, помелена, как это правильно сказать, и вот ее потом супер плотно спрессовали. Давайте я возьму такую кисточку, сейчас потестируем, возьму более пушистую кисточку для более такого легкого нанесения, попробуем сначала набрать пудру ей и, соответственно, нанести на одну сторону лица, потому что вот видите, я прям вот так вот делаю, и на кисточке прям остается очень что-то минимальное. Нанесу вот на эту сторону лица. Ну, вообще, даже с первого уже нанесения, с первого касания есть такой матовенький эффект, но очень деликатный, очень. Потому что, знаете, бывает прям вот пудра, которую наносишь, и во-первых, она прям след даже немножко оставляет, хотя она прозрачная, она тебе сразу же в нос забивается, вот это вот какие-то микрочастички, на секундочку тебе нечем становится дышать, и прям уже как будто вот перематирование, потому что вроде нанес сияющий тон, хочешь как-то эту текстуру сохранить, но просто одно мини-мили касание этой пудрой, и уже все, все матовое. Со мной такое периодически случается, поэтому я аккуратничаю с пудрами. Вот здесь, смотрите, прям ну, очень аккуратный эффект. Две стороны опять, чтобы вы посмотрели. Здесь сторона с пудрой, и здесь сторона без пудры. Я думаю, что вы видите разницу, потому что прям вот по цветам эта сторона перестала так вот мелькать. Здесь все очень хорошо видно. Давайте сейчас возьму более плотную кисть и нанесу ей на другую сторону. Посмотрим, будет ли разница. Вот так. Ну, да, наверное, чуть-чуть повыраженней сразу же эффект, что в принципе и логично, потому что более плотная кисть дает нам более плотное нанесение, и здесь, если мы не наносили дважды, то здесь в принципе хватает, мне кажется, и одного раза. Но опять же, вот я смотрю вблизи, и очень натуральный эффект все равно, но то есть это все еще ваша кожа, потому что бывает такое, что вот уже нанес ту пудру, и уже видно, знаете, вот такой слой, что ты и тон нанес, и уход там был, и пудру нанес, и уже реально получается пирог. Здесь как бы ну очень все равно еще ощущается легко, то есть мне я не испытываю никакого дискомфорта от макияжа, потому что сейчас я вам скажу странную вещь, но хоть я и бьюти-блогер, но у меня очень быстро начинают слизиться глаза, когда я нарушу макияж, я не знаю от чего, как будто бы в принципе на все продукты такая реакция, не на конкретную тушь, не на конкретный тон, всегда, вот, и плюс в целом ну есть такое немножко ощущение ну не маски, но все равно ты чувствуешь, что что-то уже у тебя есть, вот, здесь как будто бы очень-очень все легко, давайте вот так вот прям на лоб еще нанесу, чтобы прям вам было видно, что вот все сияет, что вот все сияет, и я вот так вот наношу, и хоп-хоп-хоп, ну оно не перестает сиять, но немножко все равно сбавляется, слушайте, ну вот так вот получается, ну я не знаю, напишите, пожалуйста, что вы про все про это думаете, ну по-моему, по-моему красиво, с лицом мы в принципе закончили, осталось прям вот у нас буквально несколько штрихов, и первым из этих штрихов будет лайнер для бровей, я хоть и обладательница таких, знаете, достаточно выраженных бровей, все равно я люблю немножко подзаполнить пустоты, и конечно же подрасчесать брови, потому что так более аккуратно смотрится, как-никак, хочешь не хочешь, называется это средство подводка для бровей, у меня в оттенке 02, и бренд нам говорит, главный совет, пусть оттенок будет чуть светлее вашего естественного цвета волос, давайте я сейчас потестирую, ну вы знаете, здесь прям такой светло-светло-коричневый оттенок, он явно светлее цвета моих волос, вот так не видно, но я покажу свой оч, но сами брови у меня, мне кажется, они темнее, чем мои волосы, а может быть и нет, как будто они такие более не коричневые, а более в какую-то черноту уходят, по крайней мере я их так вижу, не знаю, надеюсь, карандаш, лайнер не окажется слишком коричневым для них, давайте пробовать, я их уже расчесала, и здесь в принципе нужно просто немножко по пустотам пройтись, чтобы более такой был собранный вид, не знаю, что вы уже видите, но по-моему, да, я чуть-чуть прогадала с оттенком, он более коричневый, мне нужно было, наверное, выбрать что-то более серое, ну и сейчас мы закончим и посмотрим, вот на руке, когда я сводчила, кажется, прям, что такое активное нанесение, но на брови, прям вот, я касаюсь очень, ну, достаточно плотно, не, не боюсь ничего, но не сказать, что прям какие-то, ну, то есть прям явные какой-то линии, вот так вот вы проведете, вы не увидите, все как-то так очень аккуратненько, очень слегка, давайте я еще раз ее прочешу и мы точно оценим, я думаю, что видно эффект, потому что была бровь такая немножко с пустотками, а теперь она такая более оформленная, ну и относительно вот этой брови, конечно, тоже понятно, я вот эту вот чуть, ну, чуть-чуть не подрасширила, но она более очерченная, наверное, но оттенок, правда, коричневый, ну, то есть более коричневый, да, чем мои брови, но относительно цвета волос, мне кажется, что это не минус, то есть как будто бы брови были более темные, более черные, более серые, а теперь вот эта бровь, она такая более коричневая и более сочетаемая с волосами, сейчас давайте оформлю вторую и мы точно посмотрим, эта бровь у меня чуть-чуть более, точнее, чуть менее волосистая, я ее всегда чуть больше прорисовываю, но здесь тоже, знаете, важный момент, важно не переборщить, потому что вот думаешь, ой, что-то лайнер ничего не рисует, сейчас я тут раз, два, три, раз, два, три, и потом ты, когда уже очнулся, это как с выщипыванием бровей, вроде три волоска хотел выщипать, а когда очнулся, там уже полбровей нет, и здесь точно так же, то есть нужно вот пару движений нарисовали, отойдите, посмотрите, чтобы не возникло вот этого потом эффекта, что вроде вблизи смотришь, там ничего не рисуется, а потом взглянула на себя, а там оказывается очень даже рисуется, знаете, но я не могу определиться, как будто мне все-таки цвет нравится, хоть да, он для бровей моих не совсем подошел, но подошел для волос, и если вы как бы все еще красите брови очень-очень ярко, очень ярко выражено, вам это средство не подойдет, ну или нужно будет полчаса сидеть и наслаивать, если вы любите что-то вот такое невесомое, просто там раз, два, три, штрих сделал, то, по-моему, по-моему, очень красиво выглядит, я надеюсь, вы не забываете там писать комментарии, не забываете делиться своими впечатлениями, а мы уже передвигаемся к средству для губ, давайте сначала сделаем губы, но здесь у меня на самом деле ничего особенного, я взяла просто такой бальзамчик, наверное, это называется, в оттенке 02, если быть точнее, называется это Balm Lipstick, ну то есть бальзам, помада увлажняющая, помадка такая, знаете, в розовом, нюдовом оттенке, такая вареная колбаса, но на максималках, то есть более насыщенная, но я думаю, что она будет наноситься на губы более прозрачно, поэтому, поэтому я думаю, что все у нас будет окей, какие-то у меня были остатки тона на губах, но, мне кажется, нам это не помешает, давайте прям так, и нанесем, ну в целом, под концепцию супер нюдового макияжа, мне кажется, этот оттенок вписывается как нельзя лучше, он подзакрасил естественный пигмент губ, да, присутствует такая розовинка, но, то есть это абсолютно базовый повседневный цвет, и на работу, и на прогулку, и вечером с ним тоже куда-то выйти, и по текстуре, знаете, вот я нанесла, и я чувствую, что это как будто просто гигиеническая помада, у меня нет ощущения липкости, абсолютно никакого, она без запаха, помада я имею ввиду, что для меня тоже важно, даже не без запаха, а без привкуса, потому что в одном из прошлых видео, мы тестировали с вами другой бренд, и там был бальзам для губ, с очень ярко выраженной, и отдушкой, и привкусом, и когда вот это вот все попадает на слизистую, я честно, я это не выношу, вот эта вот супер сладость, или вообще какие-либо привкусы, ну то есть мне хочется просто нанести помаду, получить визуальный эффект, и пойти дальше, здесь никакого привкуса нет, смотрится, ну абсолютно повседневно, базово, очень-очень аккуратно, оттенок, мне кажется, мне очень хорошо подходит, и сочетается с розовыми румянами, и наверное переходим к достаточно интересной вещичке, сейчас я немножко подготовлю свою зону, век, потому что у меня здесь, как всегда, подскатался консилер, и собственно дальше у нас на повестке, новинка у бренда iRive, как я понимаю, палетка теней под названием Glimmerverse, у меня в 02 оттенке, называется Seaside Story, то есть что-то такое морское, знаете, когда увидела ее первый раз, ну в онлайне, у меня сразу же возникла ассоциация с русалкой, я, честно говоря, люблю всю вот эту вот морскую тематику, упаковка просто, смотрите, шикарная, во-первых, и все такое в цветах радуги, и сам вот этот вот логотип, внутри абсолютное сокровище, мне кажется, во-первых, что сейчас очень актуальны голубые оттенки, и здесь у нас бренд заявляет, палетка с четырьмя оттенками, мультихромными, сатиновыми, и матовыми тенями, матовые тени, это, наверное, подразумевается вот этот самый темный оттенок, он самый матовый, но все равно, как будто какая-то сатиновость в нем присутствует, мне, конечно, больше всего нравится белый оттенок, и вот этот вот морской, мне кажется, они будут очень красиво сиять, в бренде также представлены еще другие палетки в других оттенках, но для меня они уже были слишком яркие, там какие-то есть такие фиолетовые цвета, зеленые цвета, я все-таки такие макияж для себя не делаю, а вот какой-то такой мини-акцент, голубоватый, пожалуйста, почему бы нет, давайте сначала я немножко засвотчу, видите, вот так вот это выглядит, в упаковке сказала, что понравился один оттенок, а когда сделала свотч, поняла, что нравится-то мне другой, и вот что теперь мне с этим делать? Давайте попробуем нанести, сначала нанесу вот этот вот самый голубой, который мне понравился больше всего, сказала, что нравится вот этот, но на свотче, знаете, он отдает такой немножко бирюзой, потому что здесь он как будто прям голубой-голубой, а на свотче немножко с зеленцой, с бирюзой, вот что-то такое, а вот этот вот нижний оттенок, он прям явный голубой-голубой, И мне кажется, что это будет очень красиво Давайте попробуем Смотрите, наношу без какой-либо базы Думала, что они могут осыпаться Но как будто бы очень даже хорошо все переносится Да, вы знаете, мне прям сразу же хочется настроения Пойти на какую-нибудь тематическую вечеринку И нарядиться там русалкой Мне нравится Я люблю такой вот именно оттенок Он прям стопроцентное попадание Хоть я и не особо часто крашу глаза Потому что у меня такое веко, знаете, немножко не ярко выраженное Здесь особо прям так не накрасишь, как могло бы хотеться Знаете, когда у тебя такой открытый глаз Вот, но все равно вот, конечно, когда ты нанесешь вот такой вот цвет То он не останется незамеченным Давайте сверху я немножко продублирую вот этой вот сияшкой Потому что голубой, он, ну без какого-то явного прям сияния, я бы так сказала Просто он хорошенько сатиновый Так, и вот так вот я дублирую сияшку Ну да, она уже чуть подосыпается за счет своей текстурки Но придает такую вот дуохромность Я здесь вижу белые блестки, вижу немножко розоватые блестки А так, другой глаз делаем другим или нет? Нет, давайте я сделаю одинаковый макияж Потому что я потом планирую с ним еще целый день ходить Чтобы потом в конце дня вам показать, как продукты продержатся Как они будут себя вести в течение дня И что мы можем рассчитывать получить после целого дня носки вот такого вот макияжа Смотрите, второй глаз я уже закончила И более того, я взяла немножко вот этот синий оттенок на плоскую кисть И просто продублировала линию роста ресниц вот с краю глаза Вот так вот просто чуть-чуть прям вот по ресницам нанесла И немножко вот так вот вверх оттянула Чтобы, знаете, у нас был вот этот вот эффект затемнения ресничного края Так чуть более, ну глубоко что ли выглядит макияж Более закончено Вроде и нет какой-то явной стрелки Которую, если мы не умеем, знаете, рисовать То она у нас всю душу изымет А просто вот так вот кисточкой Раз-два-три, раз-два-три Прям микродвижениями То есть ничего там не нужно уметь И сразу же такой немножко макияжик Чуть более насыщенный, наверное И дальше, конечно же, нам нужно весь этот макияж глаз подсобрать Закончить И для этого у нас здесь тушь Удлиняющая тушь Называется Arrive Makeup Lifted Spirits Mascara Здесь такие коротенькие пластмассовые щетинки Давайте на один глаз нанесу и сравним Вот так вот, знаем же, да, как мы наносим тушь Прям можно зеркало взять Вот так вот вниз его поставить И вот так смотреть И немножко завожу под начало линии роста ресниц И вот так вот вытягивающими движениями Чуть дизигзагообразными прохожусь И дальше уже кто куда Кто во что гораст Посмотрите, с одного слоя Вот так вот у нас смотрится тушь По-моему, вполне себе неплохо Сейчас дам ресничкам подсхватиться И нанесу еще немножко второй слой Чуть-чуть добавлю Но тут главное не переборщить Чтобы ничего у нас уже не слипалось А просто вот все еще было Пушисто Потому что вот эффект склеенных ресниц Я, конечно же, не люблю Нижние реснички я вообще не крашу Потому что они достаточно длинные Возникает эффект паучьих лапок Посмотрите, давайте сравним Накрашенный глаз и ненакрашенный Ну что, мы наконец-таки закончили наш макияж И, как я обещала, получился такой Очень базовый нюдовый образ Если не брать в расчет вот тени И, соответственно, как мы добавили тени Получился такой акцент интересный И сейчас уже такое настроение Пойти, знаете, куда-нибудь Немножко на вечеринку Я надеюсь, что вам понравилось Потому что я, правда, осталась Под приятным впечатлением от этих продуктов Конечно же, мы еще с вами посмотрим Через несколько часов, как макияж будет выглядеть Но пока в целом я ставлю пятерку По большому счету мне придраться не к чему Только, наверное, вот к румяным у меня остались вопросики Потому что не хватило мне чуть пигментации И на мне оттенки выглядели, правда, очень похоже Девчонки, выхожу к вам 5 часов спустя Давайте посмотрим Смотрите, конечно, кожа заблестела конкретно так Но, честно говоря, для меня это абсолютно нормально Не вижу здесь ничего критичного Потому что все-таки это живой орган И пудра не дает никакой гарантии Что кожа прям будет матовать, держаться в течение всего дня Здесь вот у меня немножко съели с румяна Но это меня муж как-то поцеловал сюда Я вам сказала, не надо Мы будем проверять макияж Смотрите, на что хочу обратить внимание Тушь абсолютно практически вот здесь Вот чуть-чуть она отпечаталась Но для меня это прям очень критично Потому что у меня даже термо-туши Они всегда отпечатываются Потому что, ну, жирная кожа И длинные ресницы Вот здесь, я думаю, вы видите Как это выглядит Ну Здесь я прям делаю Дополнительный лайк ставлю Потому что для меня это было неожиданно Тени Ну, они, конечно, подзбились В складку Но, опять же, это тоже Для меня абсолютно естественно Потому что кожа очень жирная Помада, понятное дело, что она съелась Потому что это был бальзам Тон лежит хорошо Ставлю себя и в зеркале Видите, вам показать Видите? Ну, он не съелся Ничего никуда не утекло Так что, наверное, больше всего у нас пострадали тени Но, опять же Для меня, для моей кожи Это абсолютно не критично Потому что у меня так бывает Ну, со всеми тенями Плюс здесь не было кремовой подложки Возможно, это улучшило бы Продлило бы срок носки Вот, но в целом Я как и была довольна После обзора Так и Остаюсь при своем мнении Спустя вот эти вот пять часов Я буду рада прочитать Ваши комментарии Ваши впечатления О продуктах И о макияже Если вы вдруг уже чем-то пользовались Пожалуйста, тоже рассказывайте Советуйте Ну, а если вы пока с брендом не знакомы То у меня для вас отличная новость Бренд дает нам промокод На скидку в 200 рублей При покупке на сумму от 1000 рублей На сайте Сбер Маркет Промокод ARRIVEMAKEUP Вы его прямо сейчас видите на экране И, конечно же, я продублирую его в описании Как и список всех продуктов И всех оттенков, которые я сегодня использовала Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео Ну, а мы с вами скоро увидимся В следующих роликах Спасибо 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 Спасибо